Я вновь приветствую всех, кто меня сейчас смотрит и слушает. Вот, дорогие друзья, новый стрим у нас, как всегда, он будет посвящен событиям недавнего прошлого. Вот я их освещаю с позицией авистийской астрологии. Собственно говоря, я ее представляю, я ее, по сути, переоткрыл, я дал людям возможность ей ознакомиться, и методы ее работают, и подтверждаются всевозможными прогнозами. В общем-то, астролог обязан делать прогнозы. Вся эта философия, если вот его обоснования и так далее, общие фразы, конечно, они, конечно, могут быть высказаны, но только после того, как астролог должен доказать свою профессиональную грамотность и свой уровень профессиональный. То есть я стараюсь это делать, стараюсь не отставать от того, что должен знать каждый астролог настоящий. Ну вот, и так, что у нас сейчас? Давайте посмотрим события с точки зрения как раз авиалистической системы. Меркурий становится ретро-оградным, я про него уже говорил, на три недели, с 24 августа по 15 сентября. Поэтому, как говорят древние источники, лучше всего не начинать какие-то новые дела, особенно связанные с контактами и коммуникациями, а также с поездками. А вот старые проверенные, либо возвращаться к тому, что уже мы когда-то начинали делать, наоборот, очень даже стоит, и это весьма оправданно с точки зрения космических циклов. Ну и так далее, можно говорить многое об этом. Ну давайте мы пройдемся по событиям, которые имели место в течение вот недавних 10 дней. Первое, на что мне хотелось бы обратить внимание, это то, что произошло в Махачкале, на территории Российской Федерации, 14 августа 2023 года, 1 августа старого стиля. В 21.50 там был взрыв на автозаправочной станции. И вот мне хотелось бы посмотреть, чем это было вызвано. Ну если посмотреть на саму констелляцию планетную на это время, то можно увидеть, конечно же, здесь можно, если покопаться, найти какие-то проблемные зоны, там связанные с Марсом, связанные с Плутоном. Ну много чего на самом деле можно накопать, но все это ни о чем не говорит. К сожалению, мне неизвестен сам гороскоп Махачкалы. Известно, что основание указа, раньше был Петровск, был выпущен 24 июня нового стиля 1844 года. Но это указ о строительстве. Когда точно было начато это строительство, то есть тот момент, с которого можно было бы отчитывать начало гороскопа этого славного города, к сожалению, мне неизвестно. Если наложить вот этот вот гипотетический гороскоп Махачкалы на то, что вот здесь произошло, тоже можно увидеть какие-то проблемные зоны, связанные, опять же, с Марсом, с Плутоном. Естественно, информацию к размышлению это дает, доводит на мысль о том, что все это может повториться. Ну, если брать за основу, конечно, можно было бы сделать гораздо более точный прогноз, если знать точную дату начала строительства этой самой крепости Петровской, которая потом привела к созданию нынешнего города Махачкалы. Даже исходя из этого гороскопа, есть опасность повторения подобного рода событий в конце сентября нынешнего года. Это раз, конселяция достаточно угрожающая, декабрь, где-то с 2 по 8 декабря нынешнего года, это 2. И февраль-март следующего года, 26 февраля, где-то приблизительно по 10 марта. Вот я предупреждаю, там посмотрим. И дай бог, чтобы всего этого не произошло, потому что я обращаюсь в том числе и к тем людям, задача которых входит в предотвращение подобного рода катастроф. В общем, собственно говоря, это и должны делать настоящие профессиональные астрологи. Не рассуждаться о чем-то. Не вот эти туманные какие-то фразы, что мы за все хорошее против всего плохого. Это понятно. Но если бы пришли к врачу, и он бы вам тоже говорил бы расплывчатые фразы, вместо того, чтобы назначать вам правильное лечение, вы бы, наверное, больше не пришли бы к такому врачу, я так думаю. Это было бы правильно. И к такому астрологу, который говорит общие фразы, и прогнозы у него в основном не подтверждаются, тоже ходить не надо. А я стараюсь все-таки доказывать свое право на существование как астролога профессионального все-таки прогнозами, чем астрологи должны заниматься. Прямо прогнозами, подтверждающимися во многом. Не во всем, потому что иначе это была бы просто и наука, а просто некая такая вот система пророчества. А астрология является все-таки наукой и развивающейся. Итак, первое, на что мне хотелось бы обратить внимание, события в Махачкале будем наблюдать в онлайн-режиме. Следующее событие, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, то, что произошло в городе Усть-Илимске. Это уже рядом Братская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС. Там был пожар в гипермаркете. Никто не погиб, слава тебе Господи. Хотя говорят, что это жертвы были, но без гибели. И вот мне хотелось бы на это обратить внимание. Было 18 августа, точно известное время, 9 часов 14 минут. Я тоже построил гороскоп на это. Печальное событие. И увидел, что на время возгорания там, конечно, был восход Марса. Марс против Нептуна. Марс, конечно, как планета, связанная с войной, агрессией, в том числе и пожарами, и возгораниями, конечно, здесь очень важна на это время. Но каждый день Марс восходит в какой-то местности в определенное время. Ну, в данном случае совпало. Будем так считать. Еще Черная Луна в гороскопе Усть-Илимска по Марсу проходит. Вот это гораздо интереснее. Вот это интереснее. Можно обратить на это внимание. Креста здесь нету, потому что при кресте есть очень угрожающие события для жизни людей. Здесь, слава тебе, Господи, как говорят, погибших нету. В общем, но критические ситуации здесь, конечно, есть. Вот Черная Луна по Марсу, я бы на это обратил особое внимание, и сам Марс очень в критическом положении находится. Когда это может повториться в этом городе Усть-Илимске, дата рождения которого известна. Мне все-таки пришлось напрячься, пришлось, в общем, покопаться не только в открытых других источниках и определить его все-таки дату под знаком Стрельца. Потому что именно под знаком Стрельца 10 декабря началось там, в общем-то, основание. То есть первую палатку там поставили, начало строительства, застолбили там место для будущего строительства. Это было 10 декабря 1962 года. Вот с этого момента все там начинается, гороскоп Усть-Илимска. Если исходить из этого, то в конце января и в начале февраля 2024 года, а может быть критическое время уже гораздо более опасное, чем то, что произошло сейчас, 18 августа нынешнего года, также в декабре 2024 года и до середины января 2025 года. Вот это два критических периода, связанные с гороскопом Усть-Илимска. Ну, дай бог, чтобы все эти опасности его миновали. Для этого астрология и нужна, в частности, предотвращать вот такие критические события. Мы этим и занимаемся. И, в общем-то, очень много статистических данных это подтверждает. Следующее, что произошло, это то, что было в городе Новороссийске. Ну, в Новороссийске мне неоднократно приходилось говорить. Славный город, конечно. Тоже 18 августа. Урожайное время. Смотрите, 18 августа, урожайное время. Да, всевозможные критические события и катастрофа. Может быть, потому что именно в этот день солнце находилось точно в полном соединении с черной луной в 25 градусе льва. Наверное, все-таки каким-то образом, а черная луна – это демон-искуситель гороскопа. Связанный с проявлением темного начала и мирового зла. Даже не боюсь этого слова. И вот это вот, конечно, может быть, и было связано с тем, что проявились множество всевозможных катастроф. Но там тоже был пожар на складе в одном грузовом терминале. Это было утром, тоже в 9 часов в 2 минуты. Пострадавших, как нам написали из открытых источников, не было. Ну вот, давайте разбираться. Новороссийск, который был основан 24 сентября нового стиля 1838 года, под, к сожалению, разрушительным градусом, первым градусом весов, рядом с черной луной, которая находилась в точном соединении с Солнцем, и рядом еще был Юпитер. То есть проявился знак так называемого верхнего зряка. То есть то, что будет российский, всегда будет очень необычно, многозначно и с серьезнейшими последствиями. Я положил ситуацию, которая произошла как раз пожар на складе на гороскопном российском. Вот можете посмотреть, дорогие друзья, что получилось. Креста там тоже нет. Однако критические некоторые ситуации наблюдаются. Например, Уран вышел в полную оппозицию к Сатурну. И это была так называемая конфигурация топора, или того, квадрат к как раз Солнцу с черной луной. Вот это вот критическая конфигурация. Слава тебе, Господи, что ничего более серьезного и страшного не произошло. Однако, я, кстати, вот если говорить о своих прошлых прогнозах, то, дорогие друзья, давайте, внимание на экран, посмотрите, что я говорил несколько месяцев назад. Он в российский. Так вот, в августе этого года там могут быть неприятности. Не знаю, там беспилотники или что-то еще. Но какие-то вот аварийные ситуации в Новороссийске могут быть. Реально. Это в самом начале августа и в конце июля. А также в конце августа, в начале сентября. Ну, как видите, это подтвердилось. Хотя не точно в эти данные. Я, кстати, предполагал, что это будет либо в конце месяца, либо в начале. А это произошло в середине, ближе к концу. Ну, в принципе, это свидетельствует только о том, что у меня не было более точных данных. Ну, и плюс ко всему, я всего лишь один. А видите, сколько городов и ситуаций очень много. А ведь мне за это никто не платит. У меня нет огромного количества помощников. И все приходится делать самостоятельно. Следующее. Что можно сказать по будущему Новороссийска? Ну, вот в конце сентября, в начале октября и даже до 20 октября там может быть повторение событий, которые имели место как раз в области месяца. То есть связанные с возгоранием, взрывом, пожарами и так далее. Далее это может быть еще и в самом конце января следующего года и в начале февраля. И еще одно это в конце марта. Там может быть связано с затмением, которое как раз касается изначального гороскопа Новороссийска. То есть в конце марта следующего 2024 года. Опять надо обращать на это внимание. Опять это все надо желательно предотвращать. Следующее, о чем я хотел с вами рассказать, дорогие друзья, это то, что произошло в Курске 20 августа нынешнего года. Это падение беспилотника на вокзал. Жертв тоже не было, как говорят. Но его быстро очень ликвидировали. К сожалению, вот по Курску неизвестна точная дата основания Курска. Очень-очень давно, говорят, даже в восьмом веке нашей эры было там первое поселение. Там Курская магнитная аномалия. Там очень интересные, конечно, в Курске исторические территории. Не только Курская магнитная аномалия, там же и Курская дуга была. Вот, конечно, битва на Курской дуге в 43-м году. Ну, правда, новоотстроенные крепости как-то сжигали. Это известно год, когда ее построили. Чуть поодаль от исторического первичного Курска. В 1586 году. Было бы интересно узнать, когда это было. Известно точно, что это было весной. А вот точнее, если можно, дорогие друзья, если будут данные по-точному, если где-то это в летописях было отражено, то можете мне прислать. И я тогда могу сказать по Курску более точно его гороскопы и прогнозы для этого славного города. А так пока, к сожалению, ничего не могу сказать. Ну, еще мне задали вопрос, дорогие друзья. Еще я хочу на него ответить. О том же, Павел Павлович, как вы можете прокомментировать, что у нас вдруг неожиданно в нашей российской глубинке открывается в Тверской области, открывается африканская деревня. Вот такое вот, да, действительно, у нас заселяют вроде бы как бы выходцами из Африки, славными, так сказать, там, африканцами. И вот это что же нам теперь ждать? Что же будет? Я посмотрел данные. Действительно, такая африканская деревня вот торжественно была вроде бы там открыта в Тверской области. Деревня Паричи, рядом с знаменитым Малагоя. Малагоя, Малагоя, это песня такая была, я помню. И это был 4 августа как раз. 18-й лунный день. Ну, вот что могу сказать. Во-первых, сразу об этом подняли шум прессе. Ну, как говорят, что на первых порах туда будут заселяться вовсе не аборигены Африки, коренное население, а наоборот те, которые были там переселенцами из Южной Африки. Это потомки так называемых буров, то есть голландцев, которые там переселили в Южную Африку. Или как они сами себя называют африканами. Другие говорят, что это наоборот плохо. В общем, есть разные мнения. Ну, если посмотреть на гороскоп этого открытия, только начало, конечно, то можно сказать, что пока, пока я могу сказать, все произошло в ауру так называемой серединной даты между затмениями. Я открыл эти серединные даты в свое время, и сейчас очень многие повторяют, все, что происходит в серединную дату, может быть с точностью до наоборот реализовано. То есть, если даже что-то запланировано как всерьез и надолго, то это может быть совершенно не так. И все это поменяться, как карточный домик полететь. Вот 1 августа была серединная дата, плюс-минус 3 дня, в 4 августа, когда там была открыта эта деревня, все, аура срединной даты сохранялась. И другие показатели говорят о том, что все это может меняться и с точностью до оборота реализовываться. И не так, как это было задумано. Так что будем смотреть, будем ждать, и будем отслеживать ситуацию, может быть, в онлайн-режиме. Это все события, которые я вам хотел рассказать. Ну и последнее, о чем мне хотелось еще вам поведать, это об одном юбилее. Юбилее одного известнейшего когда-то человека, ныне почти забытого. Но мне хотелось бы о нем все-таки рассказать, потому что, к сожалению, на родине этого человека мало знают, а вот за границей его постоянно вспоминают. В 150-летие 22 августа исполнилось очень известного в своем время политика, большевика, большевистской партии, одного из лидеров большевистской партии, философа, ученого, врача, естественно-испытателя и писателя Александра Александровича Богданова. Я в свое время и вот недавно купил его сборник, исследований о нем. Ну, наш сборник, слава богу, что сейчас у нас все-таки откликаются на такие юбилеи. Родился он по знакам любая. И вот здесь вот очень интересно, можете почитать, почерпнуть о нем сведения. Действительно, это был человек универсально и образованный, хотя был врач по образованию. Выходец он был из сейчас уже белорусской глубинки. Это Гродненская губерния. Сейчас находится это его место рождения на территории Польши. Но происходило с мелкой шляхтой. То есть, в общем, из обедневшего варянского рода. Очень интересная личность была. Почему? Потому что он был одним из лидеров большевиков. Рано вступил в партию большевистскую, в данном случае, и оспаривал это лидерство у Ленина. Кстати, это единственный человек, один из немногих людей, с которым Ленин спорил почти на равных. Даже вот книга «Материализм и империокритицизм» по многому была посвящена спору с Богдановым. Он был действительно яркой личностью, он действительно умел аргументировать свою точку зрения. Он был, по сути, энциклопедичных знаний человек. Почему я о нем вспоминаю? Почему это все так сейчас интересно? Потому что очень многие его идеи, которые он высказывал еще в начале прошлого века, ну, кроме того, что он был еще и как один из политических организаторов в том, что большевистской партии, Ленин его потом отстранил, потому что он видел в нем реального соперника и конкурента. А сам Богданов, он считал Ленина догматиком и, в принципе, даже полагал, что ленинская линия в конечном счете может привести к, по сути, разрушению и к девальвации самой идеи вот этого коммунистического общества. Но это было его мнение, и совсем это так. Будущее, наверное, все-таки рассудит, кто был прав, кто виноват, хотя он свою точку зрения отстаивал достаточно с большой убедительностью. Так вот, мне хотелось про него рассказать. Почему? Потому что он был, кроме всего прочего, и, конечно, кроме того, что он занимался политической деятельностью, в чем очень серьезно, потом был отстранен от этой политической деятельности после революции. В первую революцию 1905-го он принимал активное участие, будучи в России, отсидел несколько раз, он был действительно человеком храбрым, решительным таким вот очень на свои убеждения готовый пожертвовать даже жизнью. А потом он увлекся различными другими идеями. Хотя он был материалистом, считал себя атеистом, но, тем не менее, поскольку он был человеком любознательным, и он был очень многим интересовавшимся, он увлекался всякими науками, в том числе прошел через увлечение, как в Средненном веке, многие увлекались полуноучными, полуокультными какими-то учениями, прошел через увлечение Штайнером, как говорят. В том, что даже чуть не вступил в масонскую ложу, это слухи, неизвестно, не проверишь их, не опровернешь, хотя по некоторым данным вполне вероятно, что это могло иметь место. Но, по крайней мере, в это время он сформировал свою уникальную философскую систему, вот это можно про него почитать, очень интересное. Причем он говорил, что невозможно построить новое классическое общество без вот этой, как он говорил, культурной революции. Многократно это девальвировалось, это потом уже понятие, культурная революция. И поэтому он всем известный в свое время после революции культ-просвет как раз возглавлял именно Богданов. К сожалению, он был после этого отстранен. Занимался он научными исследованиями, кстати, и философскими, и научными, и экономическими. Вот в экономике он очень много чего сделал. У него была такая книга «Краткий курс экономической науки», которую Ленин, кстати говоря, очень высоко ценил. И очень многие идеи его до сих пор используются многими экономистами, как, в общем-то, не потерявшим своей актуальности. А еще он разработал очень интересную теорию, которую потом, без всякого упоминания, использовали другие. Вот, к сожалению, большому надергают, используют, а его не упоминают. Это удел очень многих гениальных личностей. Книга, у него труд такой, «Тектология», которую он издал в 1912 году, предвосхитил многие другие, уже более прорывные такие вот идеи в развитии науки. В частности, от общей теории систем. Он системщик был, который потом только был разработан. Там, Эллирстайном и Мертоланфи, которые по нем не упоминали даже. Хотя, знакомились с этим. Кибернетика, Ноберт Винер, который, в общем-то, многим был обязан именно Богданову для того, для разработки своей кибернетической системы кибернетики. Вообще, вот, многие от него просто использовали, никак его не упоминали впоследствии. А он умер, к сожалению, раньше, чем предполагалось, вообще, не нажим до 55 лет. И, в общем-то, действительно, практически подарил миру очень многие вот эти идеи, которые потом разрабатывались уже, к сожалению, не такими людьми по уровню, как он. Вот, к сожалению, пример его другим наука. И был еще писателем, писателем-фантастом. Написал несколько романов. Один из них «Красная звезда», который был связан с Марсом. И что интересно, еще одна его идея, еще одно его увлечение, это увлечение кровью, а именно переливанием кровью. Он еще увлекался идеей бессмертия. Считал, что можно через переливание крови и обмен кровью достичь вот такого кровного братства между людьми, обмениваясь кровью, человек может достичь впоследствии различными еще методами науки, которые связаны с этим не только переливанием крови, но еще и другими, так сказать, методиками на этом основанными. Может достичь, если не бессмертия, то очень такого серьезного продления собственной жизни. Он, в общем, на этом настаивал, и это было и одно из его увлечений, такое кровное братство, которое потом начали говорить это как не вампирская революция, когда он увлекался идеями вампиризма. Влога про него писали и хорошего, и плохого. Трудно здесь отделить. Таких и спорных вещей. И известно только то, что, в общем, после революции он был отстранен, даже немножко посидел в застенках ЧК. Потом он был основоположником и первым директором Института переливания крови. Вот это вот, кстати, многое связанное с кровью его открытие, который потом, во время войны, например, начал как раз эксперименты по производству консервантов для хранения крови. Тогда этого никто не делал, а он это делал. И вот во время экспериментов он проводил эксперименты вообще на себе. Во время одного из таких вот смелых экспериментов по переливанию крови он умер. Говорят, что там была какая-то несовместимость по группам крови. Это неправда. Группы крови тогда были открыты. Говорят, резус-фактор там, в общем, был несовместимый с донором. Спорный вопрос. Да, резус-фактор был открыт позже. Он умер после эксперимента в 1928 году, а это было открыто через десяток с лишним лет. Резус-фактор, возможно, это так. Другие утверждают, что он был убит, потому что его устранили как нежелательного конкурента, уже так нарождающиеся советской идеологии, советской власти. Бог его знает, как это было на самом деле. Надо в этом разбираться. По крайней мере, это интереснейшая личность, которая достойна своего места в нашей истории, в нашей культуре, в нашей науке. Суперличность, которая во многом опередила свое время. И писатель, и экономист, и философы. Много чего другое. Со спорными, полуоккультными, полу такими, я бы сказал, гнастическими идеями. Этого во многом объясняется его, в том числе и гороскопом. Давайте посмотрим теперь его гороскоп. К сожалению, точного времени рождения неизвестно. Возможно, родился утром, по некоторым данным, но это требует еще своей проверки. Можно увидеть там большое скопление планет во Льве. То есть яркость, желание играть первенствующую роль, лидера, прекрасные способности к формированию мировоззрения и своих мыслей, к сожалению, немножко портит ветрограммами Меркурия. Он постоянно возвращался назад в своих исследованиях, многократно проводил те же самые эксперименты, был не очень уверен в себе и, может быть, это действительно во многом его погубило. Вот этого активного самопиара, к сожалению, у него не было. То, что он занимался во многом медициной, это тоже не очень благоприятно сказалось на его судьбе, потому что черная луна у него находилась в знаке Девы. Если бы он был, как это сейчас говорят, чернушником, как его приписывается незаброжелательными злопыхателями, занимался бы вампиризмом, всякими чернушными экспериментами, как вот доктор Менгель или другие врачи Третьего Райха, наверное, бы ему везло, так как он погиб во время одного из экспериментов как раз научных, в том числе медицинских, говорит о том, что, конечно, он не был таким чернушником и не находился на темном пути в своем развитии. Черный Лавдевик как раз именно об этом и говорит, раз он стал жертвой своих экспериментов. Кстати, лозунг технической интеллигенции, который стали после этого повторять и до сих пор он употребляется, ввел в обращение именно Александр Богданов, фамилия которого изначально была Малиновский, польская фамилия Малиновский, а потом он всегда не Богданов себе сам взял. Посмотрев его гороскоп, там Марс Скорпионе, человек решительный, человек умеющий действительно ставить эксперимент в том числе на себе, не боящийся трудностей, но многое другое, конечно, и хорошее, и плохое. К сожалению, еще 29-й день лунного календаря. Это негативный показатель, который, конечно, в конечном счете и сработал против него. Он увлекался в том числе и всевозможными не очень-то дозволенными какими-то вот идеями, не всегда мог разобраться, правильно это или нет. Ну, короче говоря, он все равно очень достойный и очень интересный личность, требующая активного и серьезного изучения. Дорогие друзья, советую. Родился 22 августа, что интересно. Солнце у него было в 30-м градусе льва, противоположно тому градусу, в котором сейчас находится ось прецессии, 30-й водолея. Поэтому такие личности, в том числе он, могут быть сейчас очень сильно востребованы, энциклопедисты, находящие на стыке многих наук, люди, которые разрабатывают синтез множества знаний. Это, в общем, как раз было связано с его жизнью. Это был предмет его исследований. Об этом никогда не надо забывать. И я хотел бы как раз отметить его 150-летие, показывая еще раз его книгу со дня рождения Александра Александровича Богданова от Жабариновский. Ну и хотелось под конец показать вам его посмертную маску, которая тоже была снята после его безвременного ухода из жизни в 55-летнем возрасте. Может быть, он был, кстати, и убит, кстати. Вот если посмотреть его маску, то можно увидеть такое умиротворенное доставшее лицо. Лицо человека, который постоянно искал, сомневался. Линия бровей, приподнятые брови говорили о скептицизме, большом серьезном недовольстве, в том числе собой и окружающим миром, пристальном самоотслеживании, в том числе своих внутренних состояний. Говорят, он даже, когда умирал, он все следил за тем, как он умирает. И преодолевая тяжелые боли, страдания, он до конца вот это все описывал, то, что с ним происходит. Высокий лоб и складки на лбу говорят о необычности и его увлечении. Толк или не переносится и говорит о том, что он был способен к диалогу и к возможности выслушивать критику. Заостренный подбородок, увы, не всегда мог упрямо и серьезно следовать своим собственным убеждениям. Иногда он вынужден был, если не отказываться, то, по крайней мере, молчать о том, что он знал. Исходя из некоторых линий его лица, можно сказать, что очень многие свои собственные знания и открытия он вполне вероятно унес в могилу, потому что, возможно, сам в это не очень-то верил. Вот что можно сказать по его лицу. И, в общем-то, действительно, физиономика во многом позволяет открыть некоторые тайны личностей, в том числе известных, поэтому я и собираю посмертные маски. А вам, дорогие друзья, я желаю всего самого-самого доброго. Нас действительно во многом ждут великие дела, и мы этого будем достойны, если, конечно, будем думать, собственно, о... Всего вам самого доброго и до новых встреч. Продолжение следует...